Радуйтесь, православные! И вот 5 марта мы снова с вами встречаемся на площадке Русской иконописной школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. И сегодня будет весьма интересный выпуск, потому что нам с вами придется в известной степени достраивать историю о святых, про которых мы знаем буквально крохи. При короле Густаве Ваза, который правил в XVI веке, в Швеции была проведена реформация. Во времена правления его сына Иоанна III военный отряд из новообращенных лютеран, которые, по словам святого Игнатия Вринчанинова, пылали еще фанатическим пристрастием к своей лишь родившейся вере, преследуя православных карел, по льду перешел с материка на остров и напал на Валаамский монастырь. Вот, то есть, посмотрите, во-первых, на датировку. То есть, мы знаем, что король Густав Ваза умер в 1560-м, но, разумеется, наследовал ему его сын. То есть, где-то в 1560-х, плюс-минус, военный отряд из новообращенных лютеран, преследуя православных карел, напал на Валаамскую обитель. Ну, напомню, вот формулировка святого Игнатия Вринчанинова не совсем аутентична, она верна, но все-таки святитель жил в 19-м веке. То есть, это явно писано не в 16-м, да, даже не в 17-м. В 19-м веке жил святитель Игнатий Вринчанинов. И, посмотрите, лютеране, преследуя православных местных, которые, разумеется, когда бегут и ищут прибежище где? В храме, ну, и, соответственно, при монастыре. И 20 февраля 1578 года 18 достоблаженных старцев и 16 послушников были мученически истреблены за твердость в православной вере. Их имена с пометой «Побитый от немец на Валааме старцев и слуг» были внесены в синодик, оказавшийся впоследствии в Васильевском монастыре. И имена их следующие. И это все, что мы о них знаем. То есть, вот, представляете, как порой мало остается от нашей жизни. Вот они, в общем-то, где-то были рождены, где-то выросли, как-то оказались в обители, по воле родителей, против воли родителей. Вот мы завершаем годовой цикл ежедневных выпусков про святых дня. Много из них было тех, кто по самым разным причинам оказывался в монастыре. Тех, кто хотели, тех, кто не хотели. Тех, кто планировали, тех, кто не планировали. А тут мы знаем, что они просто погибли. И даже мы не знаем их происхождение и, простите, склонностей. Может быть, кто-то из них как-то вот усы поправлял. Или кто-то был иконописец. Или кто-то был строитель. А кто-то был ратник в прошлом. Нет. Все, что от них осталось, это имена всенотики. И дальше. В XIX веке один из валаамских иноков близ пустыни Игумена Назария сподобился видению неведомых чернорийцев. Они шествовали в два ряда из залитой солнечным светом зеленой рощи и пели древним знаменным распевом погребальные молитвословия. Шли они, сложив руки на груди. Образом же были присветлы и очи имели кротости несказанной. Только когда шествие приблизилось к монаху, он увидел, что все чернорийцы обрызганы кровью и покрыты ранами. А там, где прошли они, трава оказалась непомятой. Они исчезли так же, как и явились, в зеленой чаще, причем тихие отголоски погребального напева еще носились в воздухе. С благословения Игумена Дамаскина в день мученичества 34 иноков 20 февраля в Аллаамской обители ежегодно совершалась божественная литургия о вечном покое их, с которой пелась и соборная панихида. И вот это тоже интересный момент, как братья хранит память о тех, кто были прежде них. То есть, разумеется, братья, которые были уже в XIX веке в обители этой, они ничего не знали о своих предшественниках, кроме имен, но литургию совершали. И причислены они к лику святых Русской Православной Церкви для общего церковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. То есть, еще раз, 20 февраля 1578 года 18 достоблаженных старцев и 16 послушников были мученически истреблены, а причислены к лику святых были в августе 2000 года. В качестве темы для размышлений я предложу вам формулировку из одного из недавних потеряков. А именно, что, когда старец признается, что я бы сошел с ума, если бы я не знал, что последнее слово в этом мире всегда остается за Господу. Вот действительно, несправедливости в мире много, множество ситуаций нам кажутся безысходными и катастрофичными, но посмотрите, как Господь иной раз говорит свое последнее слово. И все как бы расставляется по своим местам. А на сегодня все. Приятной подготовки нам к вот уже практически начинающемуся великому посту. Возвращайтесь завтра, в воскресенье, когда 6 марта мы с вами будем вспоминать Адамово изгнание и совершать чин прощения. А на сегодня все. Храни вас Господь.